Порядка 60 международных соглашений ратифицировали парламентарии в уходящем году. В Сенате подвели итоги деятельности по линии международных отношений. Их озвучил председатель комитета Андрей Лукин. Он рассказал, что за 12 месяцев проделана колоссальная работа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. По его мнению, плодотворными стали встречи в рамках ООН и форматах С+. Удалось наладить более тесное сотрудничество не только с государствами Центральной Азии, странами-соседями, но и США и Европейским Союзом. Он отметил и значимость международных мероприятий, проводимых в Казахстане. Один из них – саммит организации тюркских государств. Официальные рабочие визиты в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Египет укрепили двустороннее сотрудничество. В уходящем году порядка более 60 соглашений было ратифицировано парламентом в различных отраслях, как экономики, так и взаимодействия с различными государственными структурами стран, как ОДКБ, СНГ и другими странами. В вопросах укрепления права были ратифицированы соглашения о правовой помощи, об оказании сотрудничества в области противодействия, преступности, борьбы с наркобизнесом. Подводя итоги, Лукин отметил, напряженная работа в первую очередь помогла продвижению инициатив Казахстана на международном уровне.